20 августа в Беларуси открылся сезон охоты на лося и лань. Продолжает действовать разрешение на отстрел водоплавающей птицы. И в лес выходят как добросовестные охотники, так и нарушители. Как сохранить статус честного любителя охоты и не попасть в поле зрения инспекторов охраны животного и растительного мира, выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. В Беларуси запрещена добыча животных, занесенных в Красную книгу. Европейского зубра, обыкновенной рыси, черного аиста, болотной совы, широкопалого рака и стерляди. Также запрещены охота и рыболовство с использованием пневматического оружия, не относящегося к охотничьему, седных и колющих оружия, а также электронные приманки. Нарушением будет являться не только добыча рыбы с запрещенными орудиями в рыболовных угодьях, но и факт нахождения с этими приспособлениями на расстоянии до 1 км от их береговой линии. Любители охоты должны следовать ряду установленных правил. В случае их невыполнения нарушителя можно привлечь к ответственности. Отправляясь на охоту, нужно иметь при себе стандартный набор документов, действительное удостоверение на право охоты, карточку учета нарушений к нему, квитанцию или карт-чек об уплате госпошлины за право охоты, путевку, разрешение на ношение оружия, регистрационные документы на охотничьих собак или ловчих птиц. А при использовании огнестрельного оружия нужно быть предельно осторожным и соблюдать ряд строгих правил. Хотелось бы напомнить всем охотникам о обязательном выполнении мер безопасности при проведении охоты. Хотелось бы напомнить, что ни в коем случае нельзя доставать оружие за стволы из машины, вне зависимости, заряжено, но не заряжено. Транспортировать оружие в заряженном состоянии, расчехленном. Производить стрельбу из лодки через гребцов, либо товарищей, которые находятся в лодке. Также хотелось бы напомнить, что ни в коем случае нельзя осуществлять стрельбу в сторону людей, вероятного места их нахождения, домашних животных. Также нельзя осуществлять стрельбу на расстоянии ближе 200 метров от крайних строений населенных пунктов. Инспекторы подчеркивают, каждое ружье должно быть зарегистрировано. В противном случае его использование считается незаконным, а уполномоченные лица имеют право изъять огнестрельное оружие. За 7 месяцев текущего года на территории Гомельской области было изъято 38 охотничьих ружей, из которых 31 не зарегистрировано в установленном порядке в органах внутренних дел. Также изъято более 60 прочих орудий охоты. Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира идут навстречу к тем охотникам, которые сдают нелегальное оружие по собственному желанию. Например, в Гродно местный житель сдал два ружья и патроны, а также 16 сетей общей длиной более полутора километров. В законодательстве предусмотрена административная ответственность за незаконное хранение сетей. В то же время в случае добровольной сдачи орудий в инспекции по факту хранения сетей выносится устное замечание. Граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконное орудие, освобождаются от административной ответственности. Кстати, в последнее время набирает популярность способ приобретения охотничьих путевок через специализированную информационную систему Минлесхоза на сайте iHuntBuy, где свои услуги предлагают около 250 охотхозяйств. В настоящее время Белгосохота обеспечена возможность реализации охотничьих путевок через интернет в охотничьи угодья большинства пользователей. Учитывая ряд преимуществ такой формы, количество приобретенных путевок с каждым годом существенно увеличивается. Можно отметить, большинство пользователей Гомельской области обеспечили возможность приобретения путевок через интернет. Такая форма позволяет купить путевку в любое удобное для вас время, не выходя из дома. Инспекторы напоминают, что при посещении леса очень важно соблюдать правила пожарной безопасности. Рекомендуется также отслеживать ситуацию в лесах через интерактивную карту на сайте Министерства лесного хозяйства, чтобы охота не проходила во время действующих запрета или ограничений на посещение леса. Браконьерство наносит природе существенный ущерб, который невозможно возместить материально. Популяция животных восстанавливается медленнее, и это грозит нарушением экологического баланса. Охота в Беларуси также может стать дополнительной сферой туризма. Сегодня областная организация Белорусского общества охотников и рыболовов занимается увеличением популяции оленей. В лесах Гомельской области эти животные чувствуют себя хорошо и активно размножаются. Все животные закупаются за счет средств областного бюджета, денег, которые охотники платят за охоту, а также и средств Белорусского общества охотников и рыболовов. С 2014 по 2019 год в белорусских хозяйствах было выпущено на волю почти 2000 оленей. Вероника Гомзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Де-факто». О правилах ведения охоты и рыбалки, нюансах природоохранного законодательства и статистике изъятий запрещенных орудий рыболовства прямо сейчас в студии программы «Де-факто» поговорим с заместителем начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира, начальником отдела госконтроля Андреем Петрусевичем. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, о каких правилах никогда не должен забывать охотник, который собирается выйти в лес и начать этот промысел? В первую очередь это, конечно, о правилах безопасности охоты, при которых запрещается осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием, доставать охотничье оружие за стволы из транспортного средства. Запрещает.